Разговор продолжим в студии с гостем программы. Сегодня у нас в гостях директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам память Афгана Александр Метла. Александр Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. На ваш взгляд, что это было? Политический авантюризм или в той ситуации тогда единственное правильное и верное решение? Конечно, с исторической точки зрения все смотрится совершенно по-другому. И, может, сегодня разные есть суждения, они имеют место быть. Но мы входили в Афганистан для выполнения интернационально долгой оказания помощи народу, который оказался в беде, по сути дела. Потому во времена нашей службы таких вопросов вообще не возникало. Спустя годы, когда развалился Советский Союз и, конечно, только ленивый не стал анализировать, надо было, не надо, зачем, кто, куда и так далее. У нас тогда не возникало таких вопросов. Понятно, что история не терпит сослагательных наклонений, но все же. А могла ли развиваться ситуация по-другому тогда? В той ситуации был только один выход, собственно говоря, границам нашей Родины угрожало то, что там появятся американцы. И тогда к этому относились довольно серьезно. И, по сути дела, если бы не мы, то, скорее всего, там американцы и были. Так и случилось спустя, кстати, 10 лет после нашего ухода. А не там сегодня. И не просто там, а все страны НАТО. И если сегодня идет речь, допустим, об Иране, то группировка американская полностью развернута вдоль границы Ирана со стороны Афганистана. С другой стороны, это была война, вот так, если рассматривать ее не гражданская или какая-то оппозиционная, это была больше коммерческая война. То есть на этом делались деньги за каждого убитого солдата, за каждый подорванный БТР или танк, или избитый самолет, вертолет, отдельно за летчика, отдельно за все. За все платились деньги. И потому иногда мирный Дахканин, казалось бы так, тут же становился вдруг маджахедом, хотя кроме мотыки ничего в руках не держал. Но ему продали мину за определенную сумму. Если он на его мини подорвался, допустим, бронетранспортер, да еще погибли люди, значит, он получал абсолютно деньги. То есть это бизнес даже был своего рода. И такое было. Кстати, по поводу бизнеса. В 2001 году американцы вновь развязали войну в Афганистане, и конца края ей, собственно, не видно. И вот ваш эстонский коллега, наверняка вам знакомый, Иван Куликов, на интервью его я вот на отпуск на неделе, еще в 2009 написал письмо Бараку Обаме, где целью всей этой авантюры видит выгодный бизнес американцев по продаже оружия, хуже, нежели борьба с терроризмом, как сами же штаты провозглашают. Вы согласны с ним? Я полностью согласен. Потому что, ну, во-первых, это фарс. Они начали воевать против тех, кого же сами подготовили. Ведь движение Талибан, оно полностью финансировалось Соединенным Штатам Америки. Базы были на территории Пакистана. И тот же Бен Ладен был уважаемым человеком в Соединенных Штатах Америки. О нем хорошо знали и спецслужбы ЦРУ, и все. Это была своеобразная игра. И я думаю, что если бы они хотели его уничтожить, не нужно было вводить войска, не нужно было войну. А дальше, согласен с автором этого интервью, я думаю, что, конечно, это главное – бизнес. В принципе, Америка всегда на войне делала бизнес. И этого никто все понимает. Вторая мировая война, Америка поднялась благодаря войне, которую ввел, в первую очередь, Советский Союз из Германии и его сателлитами. Они тоже приняли участие, понятное дело. Но главное – это было поднять свою экономику, свести весь золотовалютный, как мы говорим, запас. Они очень обогатились, и это любая война для них, для них, конечно, для одних это горе, а для других это деньги. Возможно ли в нынешней ситуации, чтобы Афганистан стал мирной, нормальной страной? Что для этого нужно сделать сейчас? Я вообще затрудняюсь на этот вопрос ответить, потому что, зная из истории, Афганистан всегда был воюющим государством. Ничего там не прекратится, потому что этот клубок, а сейчас целые поколения выросли только в виде войны. Они больше ничего не знают. Они не знают, что такое строить, что такое созидать. Они знают, что надо воевать, или надо защищаться, или надо прятаться. Каждый выбирает какую-то стезю. Ну, смотрите, сейчас напряженность растет уже и вокруг Ирана, и вокруг Сирии. Вот нет ощущения, что в каком-то очень обозримом будущем в регионе будет достигнута та самая точка невозврата? Тунис, Ливия, Египет. Это совершенно новый тип военных действий, боевых действий. По сути дела, это дальнейшее продолжение эскалации конфликтов, которые и без того всегда тлели. Там в Африке, допустим, в Азии. И сегодня реальная угроза боевых действий, ну, она существует постоянно. И здесь говорит, что она обозримом будущем, или что, она фактически идет. Идет подготовка, идет наращивание силы, идет разведданные, собирается, все это анализируется. И в любой момент, после нажатия кнопки, как говорится, американская полыхнет. И те же, я не хочу быть, как говорится, ни предсказателем никем, но это факт. А кто может стать новым центром силы в этой ситуации? Россия способна реанимировать вот эту роль Советского Союза? Или это может быть Китай? Или это может быть Евразийский Союз, о котором сейчас говорят о его создании? Я думаю, что сегодня Россия понимает, и бывшие страны Советского Союза появляются, такая сила, как АДКБ, как коллективная безопасность, чтобы можно было сообща, потому что нельзя в одиночку противостоять такой силе, собственно говоря. Когда после войны Советский Союз вышел победителем, он представлял огромную силу и военную, и политическую, потому что у него был большой вес. Небысливо было, чтобы, допустим, в Средиземное зашла американская эскадра, и там не стояла наша рядом и подводные лодки, и корабли соответствующие. Мы сейчас все летаем, Бургас, это вот курорт, там и так далее, это была крупнейшая база Варшавского догора, которая была забазирована и топливо, и боеприпасы, и все, что нужно, если конфликт разгорелся в том регионе. Конечно, мощь России, ядерная мощь, она делает свое дело и, конечно, не дает разгуляться абсолютно тем же американцам и другим, это факт. Не могу не задать вопрос вам, конечно же, по линии Сталина, ваше детище, по сути. Все мы готовимся встретить большую волну туристов, грядет чемпионат мира по хоккею, 2013 год. В этой связи военный туризм, более узкий, может быть, имеет смысл как-то более агрессивно его пиарить, как сейчас говорят, пропагандировать? Когда мы воссоздали, то проявили интерес не только наших белорусов самих, но очень много россиян приезжает, очень много приезжает из Пробалтики и уже из дальнего зарубежья тоже, как мы говорим, подтягивается. У нас и финны, и с Англии, и немцы часто посещают, и французы, и в связи с тем, что чемпионат футболист Мишель Платини у нас был, и подписал даже свой мяч там, и так далее, с удовольствием посмотрел и расписал книги. Что касается военного туризма, здесь есть несколько аспектов. Есть, конечно, экстремальный военный туризм, который у нас, по сути дела, не прописан в законодательстве. Я имею в виду, допустим, со стрельбой, летать на самолетах или так далее, что практикуют, допустим, в других странах, кстати, на Украине, в России в какой-то степени. У нас есть тоже такие предложения, но сегодня мы ограничиваемся больше историческим туризмом, историческими реконструкциями. Мы собираемся до лета, начала войны, июньские. Нам даже японец приезжает со своей группой и воюет на стороне советской армии, весь в форме, и гордится, когда его даже чуть-чуть поранят, что он защищал, кажется, советскую родину. Во время боевых действий вы сами изобрели, говорят, миномет, который ваши сослуживцы так и прозвали метла. Вот чем он знаменит? Как говорится, название само собой родилось, потому что, в принципе, я миномет не запретал. Единственное, что его усовершенствовал, миномет «Василек» мы поставили на станину от ЗУ-23, и он получился с круговым обстрелом. То есть он на 360 градусов разворачивался за несколько секунд, то есть, что повышало абсолютную маневренность огня, и если учесть, что он очень скорострельный и с кассетного заряжания, то это, по сути дела, был свой максимум, только более грозный. Но на линии Сталина можно попробовать его? Его нет, к сожалению. Это была установка в Афганистане, А миномет 82-мм, конечно, есть. Он 1937 года выпуска, это обыкновенная труба, и когда рабочие ушли на фронт, то его делали даже женщины и дети. Доволее простое, но эффективное оружие. И по сегодняшний день оно находится на вооружении, потому что это артиллерия, которая пройдет везде, потому что найдет на плечах солдата. Где пехотинец пройдет, там, как говорится, все пройдет. Спасибо большое за разговор. Я напомню, что у нас в гостях был директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам в память Афгана Александра Метла.